В 2020 году сфера туризма столкнулась с весьма серьезным вызовом в своем развитии, тяжелым экономическим кризисом в связи с распространением COVID-19, коронавирусной инфекции по всему миру. Вследствие чего закрылись границы и очень многие страны, в странах остановились авиа, авто и железнодорожные сообщения. Был введен карантинный режим, что привело к существенному падению объемов продаж и оказанию услуг в секторе туризма. Остановилась деятельность коллективных средств размещения, санаториев, домов отдыхов, лагерей, детских лагерей, деятельность туроператоров, турагентств и всех видов туристских перевозок. В Крымской республике жесткий карантин длился почти 2,5 месяца, начиная с середины марта по май 2020 года. Эпидемиологическая ситуация остается, к сожалению, напряженной и по сей день. Туристский сектор в стране возобновил свою деятельность 1 июня 2020 года. И в силу того, что летний сезон прошлого года не состоялся из-за последствий пандемии COVID-19, и эпидемиологическая ситуация продолжает оставаться нестабильной. И на сегодняшний день такой длительный промежуток времени организовать и провести туристские мероприятия, сезоны. Вы сами знаете, что мы проводим, готовимся, очень функционально готовимся к летнему, сезонному туристскому, и также и к зимнему. К сожалению, эти мероприятия на сегодняшний день, организация проведения этих мероприятий весьма затруднена. Но, несмотря на это, правительством оказана поддержка туристскому бизнесу. Значит, продлены сроки сдачи налоговой декларации в прошлом году, продлены сроки возврата кредитов. Также в рамках плана действия правительства Крыговской республики по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства на первоначальном этапе была разработана программа финансирования субъектов предпринимательства и утверждена постановлением правительства в прошлом году, 9 июня 2020 года. Значит, номер постановления 315. В Национальном банке Крыговской республики на сегодня открыт специальный счет для аккумулирования средств, поступающих от субъектов в счет погашения кредитов, полученных согласно этой программе. Цель программы, получается, это оказание государственной финансовой поддержки мелким предпринимателям, субъектам малого и среднего предпринимательства, также крупным субъектам бизнеса, пострадавшим от последствий пандемии путем обеспечения льготными кредитными средствами. Целевым направлением финансирования стал сектор туризма. Сумма кредита зависит от приобретения основных средств, сырья, запасных частей и другие. Срок кредита от 36 до 60 месяцев. При поддержке международных партнеров мы в прошлом году провели исследование. В апреле, значит, он был двухэтапный. В апреле проведено исследование, да, а потом в сентябре-октябре 2020 года мы хотели, значит, цель этого исследования было получение новых данных и проведение сравнительного анализа и понять, настолько, значит, пострадал сектор туризма, да. Вот, и в итоге мы, значит, определили, что по итогам исследований потери в туризме достигли до 80%, около 15% деятельности в данном секторе, к сожалению, закрылись. Согласно постановлению правительства о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, от 11 мая 2020 года были утверждены временные санитарно-эпидемиологические правила и нормы, нормативы, да, санитарно-эпидемиологические требования по неотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории Крымской республики. На их основании приняты и в туристском бизнесе соответствующие алгоритмы и требования. 29 декабря 2020 года также утверждены совместным приказом Минздрава и Министерства культуры и информации туризма на тот момент алгоритмы действий по соблюдению санитарных норм и правил на объектах зимнего туризма. Также были утверждены совместные приказы Министерства здравоохранения и Министерства культуры и информации туризма по соблюдению санитарных норм и правил на летних объектах. И в соответствии с этими алгоритмами все курортно-рекреационные учреждения, коллективные средства размещения обязаны соблюдать санитарные нормы и правила, как ношение масок, соблюдение социальной дистанции, наличие антисептических средств, карманные, настенные, настольные, бесконтактные и так далее. Кроме этого, мы провели исследование по вопросам землепользования. Опять-таки отмечу, что это было при поддержке наших международных партнеров. Межведомственная рабочая группа, инициированная Департаментом туризма, провела анализ регулятивного воздействия в целях решения проблем землепользования в сфере туризма и выработки рекомендаций. Также разработала законопроект о внесении изменений в нормативные проекты сферы туризма. Были проведены ряд встреч на базе Государственного агентства по земельным ресурсам. И в настоящее время мы направили этот законопроект на дальнейшее продвижение в адрес Министерства сельхоза, сельхоза, сельхоза хозяйства. И, значит, кроме того, разработан новый сайт Департамента туризма, также реализован проект 3D Кыргызстан, который поспособствует в новых условиях развития туризма и продвижения дальше, восстановления его продвижения дальше. Также маркетинговые мероприятия проведены, например, 16-17 апреля 2021 года. Департамент туризма совместно с нашими, значит, партнерами по развитию, также госорганами, как вот аппарат полномочного представителя правительства Сокольской области, да, ГПВИТИС Минкультуры, также дестинация Кракол, гостарственной резиденции президента Высокольской области, управделами президента и правительства, да, в Крымской республике. Потом вместе с санаторием Голубой Соколь, также отелем Трикороны, мы участвовали в Сокольской области, мы участвовали в, значит, туристской выставке в качестве почетного экспонента со статусом участника региона, партнера из Сокольской области на крупнейшей международной туристской выставке лета 2021. Кроме этого, законом о внесении изменений в закон Крымской республики о введении безвизового режима для граждан некоторых костарств сроком до 60 дней расширен перечень стран. Сейчас он из 52 стран стал 61. Эти все данные у нас есть, на сайте вы там можете знакомиться. В целях либерализации также визового режима, значит, внесено изменения в, значит, постановление правительства об утверждении перечня иностранных костарств, на граждан которых распространяется упрощенный безвизовый режим, он был выпущен в 2009 году. На сегодняшний день утвержден перечень иностранных, новый перечень иностранных костарств, на граждан которых распространяется упрощенный визовый режим. Кроме этого, Департамент туризма реализует на сегодняшний день грантовые проекты Всемирного банка по развитию туризма в регионах. Это в данном случае Скульская область и Уржская область. Значит, бюджет там состоит 3,5 и 30 миллионов долларов, соответственно. Кроме того, в Департаменте туризма на сегодняшний день разработан законопроект о туризме, находится на обсуждении рабочей группы, также проект стратегии развития туризма до 2030 года и планы ее реализации 21-25, которые находятся сейчас на доработке. Департамент туризма организовал и провел пресс-тур в Исокольскую область совместно с полномоченным представителем кабинета министров Исокольской области. Цель этого мероприятия была проверить готовность летних туробъектов к проведению летнего турсезона. Кроме этого, проведены СММ сферы туризма на пространстве Центральной Азии с начала 2021 года до июля текущего года. Так, кроме этого, ну здесь нужно необходимо вкратце отметить, что согласно кодексу о нарушениях, в частности, это статья 293, если также выявлены некоторые нарушения, штрафы в отношении физических лиц предусмотрены 3 тысячи сомов, а в отношении юридических лиц 13 тысяч. Уполномоченным государственным органам выявлены на сегодняшний день, с начала 2021 года наложены 41 штраф на общую сумму 91 500 сом. В пляжных территориях наблюдается наплыв туристов, в этой связи охрана жизни людей на водных объектах также обеспечивается максимально. Таким образом, предъявив результат отрицательного результата ПЦР-теста, срок которого не превышает 72 часа, и сертификат вакцинации с соответствующим QR-кодом, признанный на территориях Крыговской республики, туристы могут пребывать в страну наземным, также воздушными путями. На сегодняшний день утвержден перечень, где находится 67 зарубежных стран. Проведена туристская выставка и ярмарка международная, совместно организованная департамент туризма при поддержке внутренних и внешних партнеров, официально открыт летний турсезон 2021 года, и в современных новых условиях мы реализовываем сейчас план мероприятий по подготовке и проведению летнего туристского сезона, который направлен на комплексное решение вопросов текущего сезона, также восстановление и дальнейшее ее развитие. И на сегодняшний день курортные санаторные учреждения, пансионаты и другие объекты туризма по всей стране адаптированы к новым сегодняшним реалиям и принимают, обслуживают туристов и отдыхающих на всей территориях Крыговской республики. В соответствии с официальным документом, поступившим от Министерства здравоохранения и социального развития, хотим отметить, что на сегодня Крыговской республикой признаны сертификаты 20 стран, это вот Венгрия, Великобритания, государство Катар, Израиль, Королевство Саудовской Аравии, Республика Узбекистана, Объединенные Арабские Эмираты, Республика Казахстан, Соединенные Штаты Америки, Грузия, Румыния, Российская Федерация, Республика Корея, Европейский Союз, Республика Сан-Марина, Республика Турция, Республика Франция, Федеративная Республика Германии, Польша, Швейцарская Конфедерация. По мере поступления сертификатов вакцин от дипломатических представительств иностранных государств КР, Министерством здравоохранения список будет расширяться. На днях, по-моему, еще расширится список, мы вам дадим знать. На сегодня Департамент туризма активно вовлечен в реализацию плановых мероприятий по организации проведения летнего туристского сезона 2021 года. Спасибо.